А, вот, вспомнила. Если я сейчас не успею, то есть я сейчас, скорее всего, не успею, возможно, успею, отвечу на обратной дороге домой. Моя одна подписчица, хорошее, к сожалению, имени не помню, а там имя, да, было. Она меня спросила, и вот скоро уезжаю на учебу, и, значит, подскажите, пожалуйста, какие-нибудь, значит, блюда, которые вы готовили, когда были в студенческие годы, это все мне так понравилось. Сразу так воспоминания упала. Ой, мои студенческие годы действительно были уже давно, и хочется сказать, что когда я попала в атмосферу самостоятельной жизни, в 17 лет это было, когда я, можно сказать, ушла из дома, вышла в свет, оторвалась от родительского гнезда, то есть, естественно, как и все мы дети, я росла в семье, как бы, где все делали, да, мама всегда готовила, я очень любила смотреть, как она готовит, как она все делает, но я этого не делала. То есть, я, что бы делала, по хозяйству помогала, там, убрать, помыть, вытереть пыль, помыть посуду, такие вещи. Подсобные работы. Но я, конечно, видела, как мама готовит, и я знала блюда, и все такое. Что, Идоша? Хорошо, Идоша, хорошо, это потом, это не сейчас. Я еще не знаю, заедем ли мы сегодня. Был си. Вот. Но я ничего не готовила. Никогда. Грубо говоря, я яичницу даже себе не жарила. Я могла, но никогда этого не делала, потому что мама все делала. И тут я попадаю в атмосферу самостоятельной жизни. И что-то тут надо готовить, оказывается. И что-то тут есть какие-то продукты, которые вообще исчезают. И есть, надо придумать, ты покушал, и уже больше нету, надо готовить опять. И, в общем, для меня это было все-таки новшеством. Своеобразным. Я помню, времена-то какие. Деньги расходуются не всегда разумно. Хотя уже тогда, спустя там какой-то небольшой период, отрезок, там, месяца 4, я уже поняла, что деньги, которые там мне выделяются мамой, надо как-то более бережно к ним относиться. Я начала уже в то время, поняла, еще не знаю, в принципе, там, о каких-то понятиях, как бюджет, там, экономия и такие вещи какие-то. Но я поняла, что нужно как-то делить эту сумму и пытаться на нее что-то там купить. То есть, допустим, если у меня там в месяц, например, 100 было шекелей, там, например, на продукты. Ну, к примеру, я говорю, да, то мне нужно там разделить, например, по 20 шекелей в неделю. То есть, 4 недели и 20 шекелей оставить на какие-то, ну, там, свои расходы какие-то там на поездку куда-то, там, например, ну, за проезд в автобусе заплатить, там, я не знаю, купить что-то, что не еда. Я выставляла себе еще 20 долларов. И вот так вот, и 2 долларов шекелей. И вот так вот я на 20 шекелей шла и покупала себе еду на неделю. Что можно было купить, я помню. Купала рис обязательно. Картошку реже, потому что она получалась дороже. Ну, брала несколько картошек на суп. Брала какой-то самый дешевый, самый замороженный, самый закрюченный фарш, потому что можно было за 5 шекелей купить полкило фарша в те времена еще. Сейчас уже такого нету. Даже самый закрюченный вонючий фарш только стоит не будет. Вот. И вспоминаю эти свои походы. Это я шла далеко в город, в другой, потому что я шла как в такой деревушечке студенческой. Вот. Надо было идти в другой город пешком. Шла, чтобы сэкономить 2 шекеля на проезд. Шла пешком в другой город. Отоваривалась с рюкзаком. Значит, вот этот фарш, рис, там, какой-то там, например, перчик, один огурчик, там, пару помидорчиков. Вот какие-то такие вещи. Это было на неделю. А вот. И шла назад довольная, что я в каком-то там были дешевые магазины, я знала, куда надо идти. Вот. И шла, закупалась и счастливая возвращалась домой. Приедя домой, я думаю, так, а что же теперь с этим делать? Ну, и уже как бы в основном всегда у меня было одинаковое плюс-минус. Всегда обязательно был суп у меня. Причем у меня все его хотели подъесть всегда. В супе ничего не было, кроме картошки, немножко риса, там, морковочка наверняка была. Ну, делала с зажаркой, потому что все меня учили. Мы учили, еще я приехала, все на зажарках было. Сейчас у меня зажарок уже очень много лет нет. Ненавидела, причем никогда делать зажарку. Всегда это так меняет. Лук нарежь, поджарь. Морковку нарежь, вот это поджарь. Для меня это все такой был процесс. Сейчас это все намного легче. Просто все я варю. Луковицу обычно я бросаю целую, потом ее просто выбрасываю. Она отдается на все, и я, когда суп готов, просто выбрасываю луковицу. Также делаю мясо, но мясо, она вообще ужасный вкус оставляет, поэтому. Вот. Только лишь у меня идет, если плов делают, то жарится лук внутри, там, да, какие-то такие мясные, может быть, подливы иногда. Вот. И. Извиняюсь, потому что здесь такая достаточно быстрая дорога, и мне нужно быстро вырулить. Вот. И, значит, у меня был вот этот вот супчик на воде, на поджарке, то есть морковочка с луком поджарочка, картошечка, рисик обязательно щепоточкой, вот такой супчик. И у меня постоянно все его хотели съесть, поэтому сколько там той кастрюльки супа, студентов голодных много, а хозяйственных нет. И я вот, значит, ну я не ленилась себе готовить, потому что не было другого выхода. Если ты себе не приготовишь еду, если не приготовишь блюдо, скажем, первое, второе, то деньги разлетятся на что, на бутерброды, это 2 секунды денег нет. У этих 20 шекелей в то время могло бы хватить, скажем, на там упаковку колбасы, хлеб и майонез. Все. И чтобы я на бутербродах жила, и я бы сожрала это, поверьте мне, намного быстрее, чем там суп и что-то такое. Поэтому вот такой еще был расчет, то есть, чтобы побольше на эти деньги можно было купить. Короче, как выжить. Вот. В общем, только доскажу эту часть. И вот был суп обязательно у меня. Мой ниндзи. И, значит, который все съедали, мне приходилось его примерно 2 раза в неделю делать. И был у меня плов. Вот про плов я расскажу отдельно. Вот это моя история, мама тоже знает, наверняка сейчас сидит, слушает и смеется. История про плов, какой был мой фирменный овощной плов. Все, пошли на музыку, потом расскажу. Скажем, как оно работает. Это очень большой лук. Неважно. Вот он сюда до конца не вошел. Слушай, мне все хочется вот так. Вот так вот. И мы режем вот такими колечками. Тоненькими. Сейчас они одноковой толщиной. Да, конечно. Одноковое расстояние тут я уже не вижу. Большой очень лук у нас тут маленький кончился. И я наугад. Наугад. Вообще просто принцип такой. Сейчас мы покажем, какие кольца получились. Вытащить, да? Да. А вот так, если маленький синий лук для салата. Вот тебе готовые колечки. И ничего не выпадает. Ну, теперь, конечно, по идее, вот так надо вытащить. И вот оно так вот. Вот они какие получаются ровненькие все колечки. Вот это гаджет, который мы купили. Который в интернете я так умирала за этим гаджетом. Но это просто большой лук. Но все равно, вот так, возьми рукой, вот так, раз, раз, это самое. Ну, конечно, вот он меленький, конечно, это. И то это мы еще, говорю, большой лук, и я через одну где-то резала. А так он себе ровненький, видишь, там большой не захватил. В принципе, всем понятно, что вот оно. Одни кольца выходят. Все. Красота. Можно толще, можно тоньше регулировать вот по этим палкам. Все. Вот так вот. Покупайте эти гаджеты, ребята, это удобно. Мы просто приурочили его к пельменям. Так, по идее, надо. Просто у нас очень большой лук. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. И так далее. Пошло, чтобы не забыть, какую дырку я сделала. Ну, мы это просто, мы нарезаем для мясорубки. Ну, просто показываем. Можно и для салата. Хоть и для чего хочешь, полукольцами, кольцами. Вот оно, в каждую ты влазишь. В каждую туда. И мы можем вот так, если кубиками, и держать. Но мы не будем сильно мелко. Мы просто для прокрутки. Поэтому я вам так показываю, как это. Раз, и снял бляха. Ой, без этих выражений, конечно. Потом мы берем. Это так уже просто вам показали. И закладываем в наш. Вот сюда. Ты руку заткнула ты мне. Вот. Смотрите, сколько у нас мяса. Смотрите, сколько у нас мяса. Первая партия перемешек пошла. Не придумывай. Это не ее хаспенд. Это другой человек, которого ты никогда не видел. Значит, ей тоже поднимается уровень. И наш учитель уже как бы, она его выводит на какой-то определенный уровень. И она его продвигает дальше. Почему? Потому что она директор школы Тараса. У нее сейчас очень много обязательств. Во-вторых, ее основной инструмент это скрипка. И она говорит, Инна, мы хотим его продвинуть дальше. Я уже не могу ему дать то, что ему нужно. Ему нужен уже хороший учитель. Вот. Поэтому она нас как бы выводит в свет, так сказать, грубо говоря. Вот. И научила нам, нас тому, что нужным основам. И сейчас мы, по идее, переходим к новому учителю. Мы с ним встретимся в четверг впервые. Вот. Так что это, конечно, тоже такое волнительное состояние. Нам нужно подготовить уже новые композиции. Значит, я хотела рассказать вторую часть, закончить о моем втором блюде популярном, которое было. Это было рис. Сейчас я понимаю, что это типа ризотто. Вот. Но это было странно тогда. У меня ничего не было. Я помню, был рис. Был лук. Была морковка. И потом, я думаю, что-то мало как-то будет. Я решила еще огурцы пожарить. И вот сделала такое вот ризотто. Хотя это было не ризотто, я назвала это пловом. Оно так хорошо разошлось, что это стало моим как бы коронным блюдом. Я его стала делать. Но потом, спустя много лет, оказалось, что во Франции это нормальное, естественное состояние жарить огурцы. Что у них есть целые блюда деликатесные, в которых они жарят огурцы. Это было страшно невероятно вкусно. Я как сейчас помню, у нее была голубая маленькая кастрюлька. Такая. И она, вот я ее, например, приготовила. И ее на один раз хватало. Там пришли все полушки, каждому раздала. И все. И закончилось. Так что, вот это была история, такое стало моим коронным блюдом. Я, правда, его с тех пор студенческих не готовила. Но в студенческие времена, вот мой супчик. И вот этот вот рис, который плов, который на самом деле ризотто. И как оказалось, что в принципе такое блюдо есть, но я о нем не знала. Все это существовало. Вот. Так что, это были основные. Конечно, варились макароны, варилась картошка, какое-то пюре. Часто в мундирах, самое простое это в мундирах. Мы же что, как студенты искали? И вообще, в принципе, студенты. Это люди не обеспеченные. Это все то, что на бюджете и меньше, чем бюджет. И такого слова, как бюджет, даже нет. Потому что денег никогда нет, их никогда не хватает. Но сегодня немножечко другие времена. Сегодня у людей больше возможностей. И, конечно, вопрос бюджета, он важный. Потому что один момент, когда мы едем учиться, и у нас, в принципе, есть какой-то действительно неплохой бюджет. А есть люди, которым действительно идут за последние, так сказать, монеты. Плюс сегодня уже больше тенденция к здоровой пище. И даже те же студенты, они стараются питаться более полезно, чем чтобы просто набить желудок. Поэтому тоже есть, кстати, очень много видео в Ютьюбе. По крайней мере, американских студентов. Это, конечно, немножечко другие студенты. Они там и семгу кушают, и куриные грудки там во всяких видах, и соусах. Но сегодня есть интернет, сегодня есть такая информация. Сегодня это все упрощает намного-намного-намного весь этот процесс. Поэтому в этом плане, конечно же, легче. Поэтому я вам желаю успехов в вашей учебе. Кушать вкусно. И если действительно очень все бюджетно, то просто действительно продумывать, что вот на эту сумму я могу купить. Понятно, что можно купить, с одной стороны, колбасу, хлеб и майонез. А с другой стороны, можно купить себе все для салатов и делать себе салаты. Но с другой стороны, на салатах одних ты не уедешь. А как правило, самая дешевая еда – это еда приготовленная. То есть супы, плов, какие-нибудь тушеная картошка с мясом. Все зависит, опять-таки, от приоритетов человека. Что человек любит есть. Вегетарианец, не вегетарианец. Какие деньги могут быть потрачены на еду. То есть очень много есть аспектов, по которым нужно сегодня ориентироваться. Но, опять-таки, я говорю, что все это упрощается информацией, которая вокруг нас. И информацией, которая вокруг нас и возможностей, которые у нас есть. Это сегодня все немножечко, мне кажется, чуть получше будет. Больше возможностей все узнать. Сегодня есть куча всяких рецептов для студентов, пирожки для студентов. Там столько всего-всего в интернете есть. Так что я вам желаю удачи. А это такой был мой опыт. Очень много готовилось, я помню, такого, что на авось. Но все съедалось, не пропадало ничего. Так что, ребята, вот такая вот история. Моей кухни студенческой. У нас пицца делается. Вот, которую я в Коскал взяла. Монреалевская пицца. Почему Монреалевская? Потому что это со смок-мид. А это очень популярный стиль мяса в Монреале. Доброе утро. Спокойной ночи. И хорошего дня. И хорошего дня. Bye. Bye. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok